ЧП в Брейтово погибли трое рабочих. Брикетного завода. На нем они успели проработать всего несколько дней. Это основная тема выпуска. Смотрите также в нашей программе. 60 ярославских семей сегодня получили сертификаты на квартиры. Заволжане смогут рассчитываться за тепло и горячую воду, минуя управляющие компании. Рекордный урожай. Наркополицейские изъяли 10 мешков марихуаны. День ВДВ ярославские десантники отметили без традиционного купания в фонтанах. Возрожденный локомотив уступил в своем первом контрольном матче. Я приветствую всех, кто присоединился к городскому телеканалу. В эфире новости города в студии Юлия Тихомирова. В начале выпуска ЧП в Брейтовском районе. Там погибли трое иностранных рабочих. Двое из Узбекистана и один из Белоруссии. Все молодые люди от 21 до 33 лет. Буквально на днях эти гастарбайтеры приехали в Брейтово, чтобы работать на брикетном заводе, местном предприятии, где производили топливо из древесных опилок. Там же их и поселили. По предварительным данным, смерть рабочих не была связана с производственным процессом. Их тела обнаружили сегодня утром в подвале, где хранились овощи. Возможно, рабочие спустили сюда за картофелем, а выбраться не смогли. Не исключено, что в подвале мог скопиться угарный газ, надышавшись которым гастарбайтеры потеряли сознание. В обстоятельствах происшедшего сейчас разбираются правоохранительные органы. По результатам проверки будет приниматься решение, возбуждать или нет уголовное дело. На территории ООО «Проемонтаж проект» расположено предприятие, которое занимается производством брикетов отопительных. Там живут граждане, которые работают на данном предприятии. Там имеются овощи-хранилищ, в котором хранится картофель. Сегодня три человека задохнули в этом хранилище, когда полезли доставать картофель. Сначала лес потерял сознание, второй это увидел, полез за ним, тоже потерял. И третий таким же образом в настоящее время проводится проверка изъятой образцы воздуха из этого хранилища. Но другим новостям. Муниципалитет Ярославля в числе наименее открытых городских парламентов. Агентство региональных социально-экономических проектов проанализировало уровень информационной открытости городских законодательных собраний Центрального федерального округа. Оценивалась персональная информационная доступность спикера и депутатов горпарламентов, а также взаимодействие со всеми СМИ. Самой открытой была признана Воронежская городская дума. На втором и третьем местах городской совет депутатов Липецка и Курское городское собрание. А вот муниципалитет Ярославля оказался на 14 месте из 16 возможных. Главным аутсайдером стала городская дума Иванова. Она и замкнула рейтинг. Новый муниципалитет ярославцам предстоит избирать в октябре. А пока горы сберком все еще разбираются с жалобами, поданными во время кампании по выборам мэра. Порядка 400 претензий. Самые распространенные из них – нарушение правил агитации, расклейки информационных материалов, а также подкуп избирателей. По первой категории жалоб 37 человек по решению суда были оштрафованы. Выявлялись десятки фактов, когда люди приходили в участковые избирательные комиссии и просили выдать деньги. А потом писали заявление, что их обманули. Из 87 жалоб на подкуп избирателей по половине правоохранительные органы нарушений не выявили. А по 10 отказали в возбуждении уголовных дел. Впрочем, 29 материалов все-таки были переданы в Следственный комитет. Теперь члены горы сберкома ждут оттуда официального ответа. И, как мы уже сказали, не за горами осенние выборы в муниципалитет в горы сберкоме не исключают, что нарушений на них может быть даже больше, чем на выборах мэра. Цель проведенного анализа жалоб, которые поступали в правоохранительные органы, она одна для того, чтобы понять самые распространенные виды нарушений, которые были на прошлых выборах. Для того, чтобы нам связаться с правоохранительными органами и в том числе спросить их мнение, как более профессиональные, компетентные лица, о том, что сделать для того, чтобы эти нарушения по максимуму пресечь. Или чтобы они их не допускать. Попробовать придумать комплекс мер для того, чтобы их своевременно пресекать. Программа обеспечения жильем молодых семей в Ярославле в действии. Сегодня в мэрии ярославским парам вручали свидетельство на приобретение квартир. За счастливым моментом для 60 семей наблюдала Руми Юсупова. Сегодня у супругов Кичиных праздник. Они получили долгожданный сертификат на приобретение жилья. Встав в очередь на улучшение жилищных условий в 2008 году, молодая семья с двумя детьми дождалась счастливого момента. Я рад, что могу улучшить жилищные условия, и мои дети будут жить в более лучших условиях. Мы самостоятельно смогли сейчас улучшить свои условия. Хорошо, что городская власть в настоящее время помогает молодым семьям улучшить их жилищные условия, потому что это в настоящее время очень тяжело. Всего сертификаты сегодня получили 60 ярославских пар. Федеральная программа помощи молодым семьям действует с 2003 года. Сотни ярославцев уже успели воспользоваться денежной подмогой для приобретения жилья. К началу этого года список желающих получить социальную выплату вырос почти до полутора тысяч семей. В этом году сертификаты должны будут получить еще 112 пар. Уже многие-многие сотни семей получили денежные средства. Она поддерживается и выделяется денежные средства как сама Российская Федерация, правительство Ярославской области, мэрия города Ярославля. Эта статья бюджета не секвестируется. То есть все семьи, которые запланированы и по очереди подошли, они получат свидетельство и смогут улучшить свои жилищные условия. Денежную помощь государства молодые семьи должны реализовать, улучшив свои жилищные условия в течение 9 месяцев. Румия Усупова, Александр Быков, городской телеканал. За Волжаном к пляжу в Тверицах станет добираться легче и комфортнее. Сегодня началась реконструкция на участке проспекта авиаторов от начала Волги до школы 50. Здесь ремонт проводится так называемыми картами. Срезается поверхность старого асфальта и на это место кладется новый. Правда, сегодня не обошлось без накладок. Рабочим пришлось ждать машину с бетумом. В Заволжском районе, кстати, скоро должен начаться ремонт еще одной большой улицы. Сегодня прошел аукцион на капитальную реконструкцию улицы Красноборская и тормозного шоссе. Сейчас езда по ним напоминает фигурное вождение. Ямы настолько глубокие и большие, что автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу. Аукционная стартовая стоимость работы составила по Красноборской улице 43 миллиона, а по тормозному шоссе 113 миллионов рублей. По каждой улице в аукционе приняли участие две фирмы. Одна из них предложила наименьшую стоимость, и теперь ее пакет документов будет рассматриваться, после чего комиссия примет окончательное решение и определит подрядчика. Вождь мирового пролетариата вновь взбудоражил массы. Сегодня с утра в нашей редакции раздалось сразу несколько звонков с одним и тем же вопросом. Куда увозят Ленина? Выяснилось, что на Красном Перекопе кран снимает с постамента скульптуру Владимира Ильича. Старшее поколение перекопцев решило, что памятник сносят. На месте событий побывала Нина Свечникова. В сквере рядом с комбинатом Красный Перекоп Владимир Ильич простоял на постаменте полвека, а сегодня сошел на землю. Сначала могучую фигуру вождя обвязали стропами, которые могут выдержать груз до двух тонн, после чего монумент медленно взмыл вверх. За виражами бронзового Ленина с волнением следили жители Перекопа. Многие опасались, что памятник потом не вернут на место. Но ремонтники заверили, не пройдет и неделя, как Ильич вновь займет обновленный постамент. Мы ремонтируем. Мы не демонтируем, мы ремонтируем, приводим в надлежащее состояние, чтобы жители Красного Перекопа всегда могли прогуляться с детьми, а Ильич остается на месте. Скульптуру опустили на землю аккуратно и бережно. Достаточно сложная техническая операция по переноске Ильича прошла без проблем. А после начали снимать два ряда гранитных плит. За ними бетонное основание, которое со временем стало крошиться. Его и будут восстанавливать, а затем укреплять плиты. Первый раз дам участие в этом предприятии. Он висит тонус высот. Специальные стропы на удавку. Все поднимается, как на узле. Жители Перекопа надеются, что вслед за реконструкцией памятника будут возрождать и здешние парки. С детками маленькими, мамаши, ездят в центр погулять. Но это ведь не каждому можно вырваться и по времени, и по всему. Нам бы хотелось, чтобы возродить вот этот рабочий парк и там игральные все площадки восстановить, обновить зонтики, чтобы можно посидеть и с детишками посмотреть, и они погуляли там. В Ярославле памятники будут реконструировать до конца сентября. Обновить должны восемь монументов, причем не только в центре, но и на окраинах. Уже отремонтировали памятник Фрунзе на Московском, обелиск Турубная мать на Ляпинке, стелу Журавлями на Ублической, обелиск на Чайковского. В августе рабочие возьмутся за памятник Орлу Марксу у Дворца молодежи и Ленину на Красной площади. Обновить должны и монумент жертвам белогвардейского мятежа на бульваре Чумускинцев. Нина Свичникова, Михаил Орлов, городской телеканал. Заволжский управдом и ТГК-2 достигли принципиальных договоренностей о переходе на прямые расчеты населения за тепло и горячую воду. Это решит сразу несколько проблем. Александр Рябков подробнее. Обсуждаемое нововведение поможет избежать разногласий между коммунальщиками и энергетиками по долгам. Расчеты станут понятнее, а теплоснабжение надежнее. Плюсы у нас в том, что получаемые непосредственно деньги за отпущенные ресурсы мы направляем сразу либо на ремонты, либо на закупку топлива, либо на те перспективные проекты, которые сейчас ведутся. В частности, например, строительство нового объекта, замещающего Ляпинскую паровую котельную. Нововведение пока касается только части Заволжского района, обслуживаемой Ляпинской котельной. Заволжский управдом предлагает другим компаниям ТЭС и ЕЗДА, имеющим свои котельные в районе, воспользоваться такой же схемой. Население при новой схеме взаимоотношений между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией ничего не теряет. Я думаю, только лишь приобретает. Ни в коем случае наши договорные отношения сегодняшние не будут сказываться ни на качестве услуг, ни на сроках ее получения этих услуг. Никаких ограничений за платежи населения, как мы увидели это по результатам работы компании с поставщиком ресурсотестной резинотехники, конечно, у нас не будет ни сегодня, ни в дальнейшем. Поэтому зарождается новый виток отношений между нашей компанией и ТГК-2. И вся цепочка вот этих отношений становится наконец-то прозрачной. Управдом сосредоточился на своей главной функции содержания и обслуживании жилого фонда, а энергетики с должниками будет работать точечно. Своим мнением поделился и народный избранник. Проблема существовала давно. Очень много было обращений жителей района в связи с разными ситуациями. Приходилось много времени посвящать решению данной проблемы. И пришли к выводу, что самый эффективный способ решения данной проблемы – это все-таки прямые договора с народом. Переход на прямые расчеты части заволжан произойдет уже с августа. Управдом и ТГК-2 обещают подробно рассказать о том, как будут выставляться платежи в сентябре. Это еще не все. Смотрите далее в выпуске. Рекордный урожай. Наркополицейские изъяли 10 мешков марихуаны. День ВДВ. Ярославские десантники отметили без традиционного купания в фонтанах. Возрожденный локомотив уступил в своем первом контрольном матче. Продолжаем выпуск. Следователи арестовывают, прокуроры отпускают. Начальник оперативного управления регионального подразделения Федеральной службы исполнения наказаний освобожден из-под стражи. Такое решение вынесла областная прокуратура. Высокопоставленный офицер подозревался в получении взятки от заключенного. На этом настаивало следствие. Однако прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Илья Барабанов продолжит. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Лизагуба прокуратура отменила в течение суток. На это у нее есть все законные права. Сразу после такого решения ведомство начальник оперативного управления регионального УФСИН был освобожден из-под стражи. Подозревался он в получении взятки в 100 тысяч рублей за условно-досрочное освобождение осужденного, отбывающего наказание в восьмой колонии. Постановление прокуратуры отменила как незаконное и необоснованное. Те сведения, которые содержались в постановлении о возбуждении дела, не соответствовали фактическим данным, установленным в ходе доследственной проверки. То есть не подтвердились те выводы следователя при возбуждении уголовного дела, на основании которых он считал, что имеется достаточные данные о наличии в деянии Лизагуба признаков соответствующего состава преступления. В региональном следственном управлении не исключают, что в будущем меру пресечения Лизагубу определит суд, ведь уголовное преследование представителя службы исполнения наказаний не прекращено. Дело переквалифицировали, и сейчас начальник оперативного управления регионального УФСИН подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По этой статье можно получить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в новом постановлении следствие говорит не об одном, а о нескольких эпизодах передачи денег и имущества взамен на УДО заключенного восьмерки. В данный момент, насколько я знаю, подготовлены документы об отстранении его от занимаемой должности судебным решением. А в дальнейшем будем исходить из тех данных, которые будут в ходе следствия получены, поскольку, в общем-то, уже сейчас мы в ходе расследования сталкивались с фактами противодействия со стороны системы УФСИН. Даже вот предотказатели, которые перевели из колонии для того, чтобы оградить постороннее вмешательство следственного залятора, там, соответственно, младшим персоналом оказывается давление определенное. Дела из прокуратуры в региональное следственное управление возвращают. Постановления отменяют. Отношения между ведомствами довольно напряженные. Вспоминается и уголовное дело на бывшего заместителя прокурора по надзору за исправительными учреждениями Василия Ковалева. Им сейчас также занимается региональное следственное управление. В данном случае я не могу ничего исключать, поскольку, в общем-то, ИК-8, она находилась под надзором Ковалева, который за аналогичное деяние сейчас привлечен к уголовной ответственности. И, в общем-то, определенные, во всяком случае, как минимум, рабочие взаимоотношения здесь между сотрудником прокуратуры и начальником оперативного управления, они по работе даже как бы существовали. Илья Барабанов, Михаил Орлов, Городской телеканал. Маньяк из Любима приговорен к пожизненному заключению. За убийство четырех женщин областной суд отправил Алексея Громова в колонию особого режима. 42-летнего мужчину российской синей бородой СМИ прозвали еще во время следствия, которое длилось больше года. За шесть лет Громов убил троих сожительниц и мать одной из них. Преступление маньяк совершал в разных регионах. Оперативникам пришлось работать в Ярославской, Тверской и Орловской областях. Для расправы убийца применял топор, нож, молоток и шило. Вину во всех преступлениях Алексей Громов признал. Пока приговор суда не вступил в законную силу, поэтому любимский убийца может его обжаловать. Десять мешков марихуаны. Таким оказался улов наркополиции в одном из районов области. В ветхий сарай оперативников привела служебная собака. Наркосклад устроили поблизости от поля, на котором выращивалась конопля. Там полицейские задержали трех парней из Костромской области, которые не скрывали, что приехали за травкой. Ее молодые люди набрали аж два пакета. Костромичи утверждали, что марихуану собирали не для продажи, а для себя. За уборку урожая молодым людям теперь придется отвечать в суде. Расплескалась синева по беретам. Сегодня свой праздник отмечают все, кто служил или служит в воздушно-десантных войсках. Ярославские десантники День ВДВ отмечали по-разному. Кто-то решил вновь прыгнуть с парашютом, а кто-то в семейную жизнь. О гуляниях десантников мотострелок Максим Григорьев. Город сегодня затопили полосатые тельняшки и голубые береты. Привыкшие шумно отмечать свой праздник, десантники не отошли от этого правила и в этот раз. Правда, от традиционных водных процедур им пришлось отказаться. В Ярославле, как и в некоторых других городах страны, в День ВДВ фонтаны отключили, а воду из них слили. Впрочем, десантников водный мораторий не слишком расстроил. Правильно, мне кажется, что и фонтаны отключили, потому что было там и так воды много. Мы сейчас культурно положим цветочки к вечному огню и поедем на дачу, отдохнем. Культурно все, без эксцесса, без чего. А для кого-то сегодняшний день стал вдвойне праздником. Пришел с армии и пошли подавать заявление. Свободных мест не было, а то, что было, решили выбрать именно 2 августа. Жена согласилась в будущее и общим решением было принято. Зато будем в один день 2 праздника отмечать. В это время другие отмечали День ВДВ под куполом парашюта. Голубые береты решили вспомнить армейские навыки и десантироваться в Карачихе. Дождите на это, где мы сейчас будем работать. Некоторые захватили с собой флаг воздушно-десантных войск, а кто-то взял дымовую шашку. Так что в небе можно было наблюдать настоящее шоу. Среди сильных мужчин оказались и хрупкие девушки из военных клубов. У каждой за плечами не один прыжок. Не прыгали сегодня только организаторы. Да я в 23 календарных года прослужил в ВДВ, поэтому естественно хочется, естественно прыгаем и будем прыгать. На том и стоим. Сегодня у меня организаторские функции такие с утра и до позднего вечера. Максим Григорьев, Владимир Чернов, Городской телеканал. Лето на исходе, пора подводить итоги. Комиссия городского конкурса «Ярославль в цвету» сегодня оценивала цветники, расположенные в Красноперекопском районе. Как оказалось, цветочному дизайну энтузиастов-озеленителей могут позавидовать даже профессионалы. Это же красота. Люди идут, радуются. На радость людям и самим себе разбили огромный цветник во дворе дома номер 4 по улице Павлова энтузиасты-флористы. Нам надоел вот этот весь бардак, который здесь был. Здесь постоянно ставили машины, ходили собаки, кошки, все гадили. И мы вот решили облагородить. Сегодня комиссия городского конкурса «Ярославль в цвету» по достоинству оценила старания жильцов, назвав его одним из лучших домов по цветочному ландшафту. Эту рукотворную красоту можно увидеть повсюду. Ежегодно в Красноперекопском районе разбивают более 330 клумб. В этом году к ним добавилось еще 28. Масштабы цветочных посадок растут благодаря поддержке города и района. И это выражается не только в обучающих семинарах городской школы зеленого хозяйства, где набираются опыта активисты-озеленители. Существует городская программа завоза плодородной земли. Территориальная администрация в этом году сделала свою небольшую программу, конечно, в рамках финансирования. И дополнительно порядка 60 тонн было завезено. Но также по этой программе была закуплена дополнительная рассада и также роздана жителям многоквартирных домов. В этом году красноперекопцы получили бесплатно семена и более полутора тысяч штук цветочной рассады. Не только дворы 400 районных домов, но и территории предприятий и офисов украшают благоухающее великолепие. Яркие клумбы и цветочные инсталляции появились и вдоль основных магистралей. Румею Супова, Александр Быков, Городской телеканал. Городской телеканал продолжает акцию памяти. До 7 сентября в каждом выпуске новостей мы будем вспоминать команду «Локомотив», погибшую в авиакатастрофе. Сегодня наш сюжет посвящен Павлу Дмитрию. Павлу Дмитрию! Павлу Дмитрию! Павлу! 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 Павлу Дмитрию! Павлу Дмитрию! Павлу Дмитрию уже подумывал завязать с профессиональным хоккеем, когда поступило предложение от Ярославского «Локомотива». К тому времени он уже 7 лет играл в разных клубах НХЛ, но обладателем Кубка Стэнли ему так и не удалось стать. Но при этом он был одной из звезд лиги. Кроме хоккея у Павла весьма неплохо получалось играть в футбол. Изначально он вообще занимался именно этим видом спорта и только в 14 лет выбрал для себя хоккей. Однажды он даже вывел сборную своей страны в чемпионы мира по хоккей-болу в смеси футбола и хоккея. Перейдя в «Локомотив», Павл говорил, что попал в свою команду. Ему пришелся по душе атакующий стиль железнодорожников и, конечно, то, насколько популярен хоккей в Ярославле. В «Локомотиве» Димитро быстро нашел общий язык со всеми хоккеистами. Все, кто общался с Павлом, отмечают, что уже после нескольких минут разговора казалось, что знаешь его всю жизнь. Однако ближе всех Словак в «Локомотиве» сошелся с чешскими легионерами – Вашичиком и Рахуником. Они часто проводили вместе время, ходили в гости и в рестораны, отмечали победы и разбирали неудачи. Знакомые Павла отмечают, что он всегда стремился как можно больше времени проводить с семьей. Говорят, что он очень любил свою жену Майю и двух детей – Лукаса и Зару. После чемпионата мира в 2011-м Димитро заявил, что следующий сезон для него станет последним в качестве игрока. «Возьму кубок Гагарина и домой», – шутил Павел. Он планировал уехать с семьей на родину в Тренчин и там тренировать местный клуб «Дукла». Чемпионат 2011-2012 для Димитра действительно получился последним. Ответ Ярославия – бросок Димитра и добивание! Команда Тома Роу потерпела первое поражение на уровне КХЛ. Контрольная встреча прошла в Москве. Соперником был ЦСКА. Товарищеский матч собрал солидную аудиторию. Ледовый дворец в разгар лета и рабочей недели заполнился наполовину, но даже этого армейцы редко добивались по ходу сезона. Из Ярославля приехали около тысячи болельщиков. Не стоит забывать о фанах железнодорожников и в самой Москве. Том Роу выставил на эту встречу экспериментальный состав. Вместо своих сильнейших ветеранов на площадке пятерка за пятеркой появлялись молодые железнодорожники. Один из них – Олег Яшин – и открыл счет встречи на десятой минуте. Дальше, правда, забивали только хозяева. Красный свет за воротами Кертиса Сенфорта зажегся не раз. Итог 4-1 в пользу армейцев. А локомотив прямо из Москвы отправился на сборы в Швейцарию. И еще о локомотиве. Команду покидает Дмитрий Коробов. Белорусский защитник отправляется в НХЛ. Он подписал двухлетний контракт с Тампа-Бэй. Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Флориды. Коробову 23 года. В локомотив он перешел в мае из Минского Динамо. И на этом все. Сразу после нас художественный фильм «Прирожденный гонщик». А я с вами прощаюсь. Приятного вечера на Городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова